Друзья, всем привет! С вами снова Светлана Янчева и вы на канале Переехать в Болгарию. Сегодня у нас конец сентября и температура воздуха 20 градусов. Уже становится прохладно. Значит, о чем мы сегодня с вами будем говорить? О том, чем отличается ВНЖ в Турции от ВНЖ в Болгарии. Потому что очень много запросов получается по поводу болгарского ВНЖ и сравнения его с турецким ВНЖ. Особенно меня удивляют люди, у которых нет денег на болгарские документы, но они почему-то считают, что они как-то смогут выкрутиться и сделать здесь визу Д, ВНЖ. Кто-то им возьмется за какие-то копейки по ним работать, а потом они сюда приедут и как-то здесь будут жить. Но вот когда как-то и когда денег, извините, нет, а переехать очень хочется, тогда вот начинаются проблемы. Тут варианта два. Нужно искать себе страну по финансам. Тут, да, ведь одна клиентка мне позвонила в Софии, с нее вообще попросили 7,5 тысяч евро уже. Так что за работу по визе Д и получение первого ВНЖ. Так что цены поднимаются, падать они никуда не будут. Нам, конечно, до 7,5 тысяч еще, ой, как далеко, да. Но я вам говорю, что тенденция на повышение цены, она будет и будет продолжаться. Вот. Это вот у нас училище Пушкино-Русская гимназия в Варне. Вот. Ну и что я хочу дальше сказать. По поводу того, у кого нет денег на получение европейских документов, а европейские документы, они дорогие в любой стране, да, за бесплатно их здесь не делает никто. Вот. Ну, можно рассмотреть такой вариант, как Турция. В Турции не нужно основания для граждан бывшего СССР, да, причем очень хорошо относятся к русским, к украинцам. Никто им там не зажимает, никаких препонов не ставит. Вот. И нужен договор аренды и страховка. Вот. Никаких тебе торговых представительств или там еще чего-то. Просто договор аренды и анкета заполнена. Плюс страховка медицинская. Так это стоит в разы дешевле на порядок, наверное, чем европейские документы. Может быть, тем, кто без денег, да, рассмотреть вот этот вариант. Нужно просто понимать, какая цель перед вами стоит. Если цель переехать в Европу и получить европейские документы, ну, нужно, значит, на них либо зарабатывать, либо еще как-то решать эту проблему денежную, да. Но если, к примеру, не стоит такой задачи в получении европейских документов, а стоит задача переехать из своей страны куда-то в другое место, более благополучное, да, может быть, стоит рассмотреть Турцию. По поводу жилья. Турция и Болгария, они отличаются ненамного. Если это жилье арендное, если это покупка жилья, тоже можно найти. В Стамбуле бюджетные варианты, в Алании, в Анталии. Вот. Ну, единственное, что Алании и Анталии, это такие более, как сказать, курортные регионы. Но, тем не менее, Стамбул никто не отменял. В общем, друзья, у кого не хватает средств, да, на европейские документы, у кого не стоит задача дать детям европейское образование, и чтобы они потом учились в европейских университетах, кто не является пенсионером, да, пожалуйста, посмотрите на такой вариант, как ВНЖ Турции. У нас в Турции, в Стамбуле есть партнеры, которые занимаются ВНЖ, которые помогают и с поиском аренды, и всего остального. И с покупкой медицинских страховок. Поэтому, продумайте, пожалуйста, вот такой вот вариант. Может, этот вариант вас устроит куда больше, чем напрягаться из последних сил, да, продавать последние вещи и ехать в Европу. Вот так, друзья. Мои координаты, как всегда, внизу под видео. Кому было видео интересным и полезным, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Всем пока!